Дубоссарская ГЭС Такой туризм, оказывается, захватывает. Как вам прогулки на глубине, под водой? Подобное метро – готовая локация для съемок триллера. Я от тебя опускалась, но действительно жутковато ходить по вот такому вот подводному метро. По нему, кстати, можно пересечь Днестр поперек и выйти из-под воды абсолютно сухим. Кинематографичный тоннель на деле – техническое помещение. Во время ремонта во встроенные здесь лазы могут проникать сотрудники станции, вплотную подбираясь к турбине. Борис Ильич – довольно мрачное помещение, но название у него вполне себе – галерея. Я так понимаю, это техническое помещение. Для чего оно предназначено? Это техническое помещение. Мы называем его вообще-то смотровая галерея или паттерна. Отметка 10-10. Это примерно 18 метров ниже уровня верхнего объекта мы сейчас располагаемся. С нижнего и с верхнего объекта мы сейчас находимся под водой. Нашей съемочной группе удалось прокатиться и в кабине мостового крана на высоте птичьего полета. Уху-ху! Как страшно! Мы не упадем-то! Как рождается энергия и приходит к вам в дом, тоже покажем в условиях особо опасно, мы провели целый день и узнали все подробности. Действительно, то, что это опасное предприятие, да, тут, во-первых, везде электричество, причем электричество высокого напряжения. Везде вращающие части. Вообще пальчик никуда не цевать. Да, лучше не надо. Есть еще сотные работы у нас. Эстакада очень высокая, где тоже люди обслуживают оборудование, краны, допустим, машинного зала, водоснимной плотины. Вот. Ну, шум вы тоже заметили, да, у нас здесь сильно шумно. Приятный бонус к путешествию – прогулка на воде в компании водолаза первого класса. Его работа во всех смыслах тяжелая. Водолаз одевает вот это на голову. Так, что еще? Ботинки по 12 кг каждый. Но погружение осталось для будни, а сегодня любуемся радугой на воде. Не пропустите в путь сегодня, сразу после КЭБа.